20 марта отмечается Международный день счастья. Он был учрежден Организацией Объединенных Наций в 2012 году. Этот праздник – напоминание о том, что одна из целей человека – быть счастливым. Что же такое счастье для наринмарцев узнавали наши корреспонденты. Время 18 часов. До праздника осталось совсем чуть-чуть. Надо успеть сделать прическу, макияж, приготовить наряд, проверить сценарий. Мария знает – публика любит видеть перед собой уверенных, аккуратных, красивых и счастливых людей. А иначе зачем идти на работу, когда нет желания дарить окружающим радость и тепло, особенно когда-то ведущий свадеб, юбилеев и детских праздников. Я когда вижу, как они реагируют на все это, как они улыбаются, смеются, как это там зажигательно бывает для других, и кто-то бывает выскакивает – да я смогу лучше там или еще что-то. Это, конечно, вызывает у меня приятные ощущения. И я понимаю, что по большей части, конечно, люди очень остаются довольны. Стать ведущей праздников и дарить людям радость Мария хотелось еще с детства. Она росла в деревне, где принято быть активной и заводной. Сначала пробовала себя на сцене местного ДК, затем в школе и техникуме. Когда ей в очередной раз на празднике удалось вовлечь в игру и пустить в пляс целый зал, поняла – это то, чем стоит заниматься. За четыре года работы количество проведенных свадеб, праздников, юбилеев перевалило за сотню. Эффект от любимого дела двойной. Положительные эмоции получают зрители и сама ведущая. Правда, никакой праздник не сможет заменить счастье материнства. Счастье – это каждое утро просыпаться, видеть с собой маленькое счастье. Моих детей, конечно. Да, у меня два сыночка и лапочка дочка. Радость приносит, наверное, вообще любой миг. Даже когда ребенок мимо пройдет и коснется меня, мне это уже приятно, мне это уже радостно. Первые лучи солнца, звонок от любимого человека, вовремя сказанное слово поддержки. У счастья нет своей формулы. Поверь мне, Карлсон, не в пирогах счастье. Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Никакой мужчина не сделает тебя счастливой, если ты несчастлива. Твое счастье – это твоя забота. А сидеть в расстройстве дома и ждать, что кто-то другой будет заботиться о твоем счастье – это верх эгоизма. Как можно пройти мимо дерева и не быть счастливым, что ты видишь его, а говорить с человеком. И не быть счастливым, что ты любишь его. А сколько вещей на свете, на свете таких прекрасных, что посмотрите на ребенка, посмотрите на божью зарю. Посмотрите на травку, как она растет. Посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и так вас любят. Мы поинтересовались у жителей города, а что для них значит счастье. Мы уже закончили буквар, всякие уже учебники закончили. У нас уже украшает семья вторая часть. Счастье – это здоровье моих детей и их счастье. А для вас что такое счастье? Петерка! Для нас счастье – это жизнь, счастье – это люди. Счастье – это друзья, конечно же. Еще счастье – это семья. На первый взгляд, ну, конечно же, это не отлиниваемая часть счастья. Ну и счастье – это жить, наверное, радоваться жизни. Не грустить такую хоть солякотную погоду, грязную немножко. Никогда не отчаиваться, не расстраиваться и быть всегда на позитиве. Семья, дети, чтобы все было хорошо. Счастье, хорошее настроение, крепкое здоровье. Счастье покажу больше. Творите свою формулу счастья и будьте счастливы.